Я дождусь типа, который будет пушить Б. Чекайте, Г, Х, Г запушит прямо здесь и придет отсюда. Дедукция, мужички! Гробы прошелки. Я только сейчас осознал, что у меня не просто двойной челлендж, у меня тройной челлендж. Смотрите, низкий фпс, низкий фпс, большой пинг и просто конченое разрешение. Всем привет, с вами Шик и в этом видео я поставлю разрешение, которым играет большинство из вас, большинство игроков со слабым ПК. Я поставлю разрешение 800 на 600 и поставлю ограничение фпс в 55. Как же я отыграю на супримах с таким разрешением? Напоминаю, что у меня монитор 240 герц и для меня 55 фпс это очень плачевно, то есть все будет двигаться очень рывками и все конкретно для меня будет лагать. Поэтому я буду надеяться, что вам понравится этот ролик и вы обязательно поставите лайк и также напишите дедуктивный комментарий. Погнали сыграем. Играть я буду, как обычно, без разыгровки и без чего-либо еще. Погнали посмотрим. Заходим в обычное, заходим в разрешение 800 на 600 на весь экран и ставим применить значение. Господи, я уже вижу, как у меня все пиксельно. Как вообще вы читаете этот чат в сегодняшнем обновлении? Да это просто невозможно увидеть, понимаете? Это просто не видно. Берем диггл и идем пикать окно. Пойду пикать мидл. Я нифига ничего не вижу. Три, два. И я умираю. Что? Он, он ваншотнул меня снова из такого раз... Привет, мы на сайте Case4Real. Сайт, где ты можешь по-царски окупиться. Также есть множество тематических кейсов. Откроем пару кейсов и обязательно окупаемся. Также на сайте есть режим Upgrader, где ты можешь спокойно прокачать свой скин с очень хорошим шансом на выигрыш. Ну и оригинальный режим Бомба, где с каждым новым открытием кейсов тебе выпадают запчасти. Комбинация запчастей дает тебе уникальный скин. Награду при взрыве бомбы. Также на сайте есть контракты обмена, где с помощью нескольких обычных скинов ты можешь собрать себе один офигенный дроп. Ну а еще на сайте есть абсолютно все удобные способы оплаты, а по промокоду SHIFT ты получишь приятный бонус. Заходи на сайт по ссылке в описании и погнали с тобой вместе поднимать скины. Так, все, начинается самое интересное. Я покупаю коллаж и попробую что-нибудь сделать. Обязательно дам смок на старт. Самое проблематичное это то, что у меня вся игра, абсолютно весь экран лагает, понимаете? Примерно так это работает. То есть я бегаю и мой экран лагает. Он работает, и вистокадры прерываются. Из-за этого я ничего не вижу на экране. Что там в анвей в окне? Убываем его. Надо убежать. Игрок любит пушить B, я это прекрасно помню. Мне кажется, он занял позицию в упоре. One short есть. Как я и сказал, он снова запушит B, вы понимаете? Так стоять на самом деле нельзя, но после второго мулька навряд ли он пикнет. Хотя он дурак, он берет и пикает. Стоять на пушку. Черт. Вы видите что-нибудь? Стоять на пушку. Стоять на пушку. Да, команда просто нубов. Но мы уже сделали первый квадрокилл таким вот нубским разрешением. Я правда не вижу их головы, понимаете? Я по большей степени стреляю примерно ориентировочно по голове, но я даже не знаю, голова ли это. Потому что для меня это просто пиксель, у меня уже болят мои глаза. Попробуем сейчас сделать врыв на А-плэнд, просто плюс В. Интересно, получится ли у меня. Даним вот такую нубскую флешку и точно такую же обстенку. Для матчмейка, думаю, этого будет достаточно. И ждем, пока игрок сейчас будет тикать. Убиваем его. Убиваем типа, у которого игра жизни. Я дождусь типа, который будет пушить Б. Чекайте, Г, Х, Г запушит прямо здесь и придет отсюда. Дедукция, мужички. Я говорил, это худшая команда, которая только может быть. Посмотрите на их счет. 2-8, 3-8, 3-8, 2-8. Что это? Это точно команда? Это точно супримы? Или что это вообще такое? А разрешение я скажу сразу. Это худшее разрешение, которое у меня могло быть. Мы выиграли нам втроем. На самом деле, скажу честно, я выиграл раунд. Я не ЧСВ, но это факт, блин. Я просто вышел, дал опыт, и дальше мы разыграли уже хоть как-то. Так же противники слили. Точнее, не я выиграл, а противники слили. Потому что они уже явно расслабились. Они думают, что это изи карта. Но возможно, наши вернутся. Именно поэтому еще можно что-либо сделать. Понимаете, хотел записать видео. Играю с разрешением 800 на 655 фпс. В итоге записал ролик. Играю 2 в 5 против супримов и глобалов. Ладно бы еще хотя бы тиммейт. Был бы мой тиммейт, а не какой-то рандомный тип. Короче, предложу ребятам сыграть только на OnlyA. Надеюсь, они не испугаются и будут бегать. Только на А. Потому что нас всего лишь двое. У них еще и обходит человек в спину. Это невозможно играть. Я попытался. Я просто попытался. Но, к сожалению, тяжело. Кстати, стрельба действительно ощущается совсем крохотно. Совсем вот чуть-чуть по-другому с таким разрешением. По крайней мере, так кажется. Стрелять будто немного проще. Пулей сами. Я клянусь, пулей сами летят к ним в голову. Но все же. Все же одному игру не выиграть. КГ. Все за игру, GG. Я только сейчас осознал, что у меня не просто двойной челлендж. У меня тройной челлендж. Смотрите. Низкий фпс. Низкий фпс. Большой пинг. И просто конченое разрешение. И такие тиммейты. Убил машину. Еще на 100. Он без армора. Убил его. Ну да, тебе же нужно спрятаться, чертов, в Dead Inside, чтобы вот так вот по-нубски умереть. Б открыл, Б чисто. Ты глобал? Я глобал. У тебя, я лем. А я думал, ты Суприм. Почему Суприм? Почему Суприм? Блин, что ты такой, Супримовый. У тебя глобал Альмур? Ну, пусть идёт. Да. Сделай что-нибудь на глобаловском, пожалуйста. Сейчас сделаю. Чтоб я поверил, давай. Не мешайте ему, не мешай ему. Ну, глобал обычно сэйвит. Все, понял. Гробы прошел, Тип. Я был фуллайн. Я был фуллайн. Он смог зашел, либо в спидвей ушел. Он правда так... Он правда... Что это вдруг-то? IQ? Что ты делаешь? Он ещё и у них на первом месте. Убил его. Ещё один пикай. Хорош, 2 в 1. Последний ломк, мужики, отвечают. Дуды. Я так думаю. Нет, пески, пески, мужики, я наебал. Эй, страйк. Ой-ой, раскидывайте бог. Гоу, пушби, ботс. Короче, я их забайтил сейчас за пушить Б, мы их воткнём. Могу тапнуть, если хочешь. Они дымы кончены и дали. Тут не тапнуть. Тут дымы нубские, их не тапнуть никак. Хорош, тут смокусит у нас, тип. Смоку, смоку у нас. Воу. Я не убил его. Вы понимаете, это снова разрешение. Я думал, что убил его, потому что нацелился в его голову. А его головы даже не видно. Всё, спасибо за игру вам, мужики. Удачи. 22.16, я снова топ-фрагер. Две игры с таким разрешением, две игры на топ-фрагах. Да, они правда были глобалами. В лобби сейчас почти все глобалы. Итак, мы посмотрели видео о том, как с плохим разрешением из 55 FPS можно играть против глобалов и при этом набивать фраги. Поэтому запомните, FPS это не причина. Разрешение плохое, также не причина. Да даже большой пинг это не причина того, почему именно ты играешь плохо. Дружище, просто тренируйся. И тащи каждую катку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.